Привет, это Ребуарно. На одном из них последний стримов мой подписчик Хоррор Моррор через донатик, за что ему огромное спасибо. Присядно я посмотреть ролик, который называется Урбен Спук. Продолжение самого тревожного хоррора. Мы первую часть уже смотрели. Я бы не сказал, что прям самый тревожный, да? Но вот под конец как-то атмосфера появилась и да, стали умеем мурахи появляться и немножечко так переживать как будто бы начал. Но в целом это было кекно наоборот, как мне кажется. Блять, такие странные фотки, сука, где они берут, как они делают, непонятно. Короче, давайте посмотрим. Надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали. Вы все этого ждали, поэтому получайте. Разбор новой серии аналогового хоррора Урбен Спук. Давай. Для тех, кто не видел первых частей этого пугающего хоррора, поясню. Урбен Спук это канал на ютубе с шести видео на данный момент. Все они представляют из... Смотри, три тысячи просмотров. Ой, про тысячи как-то не плохо. ...полицейский отчет о ужасающих преступлениях, которые совершает серийный убийца. Преступник-садист, ответственный из-за червы варварских нераскрытых убийств, убивающий своих жертв в особенно жестокими и непристойными способами. Не то слово, блять. Ужасно. Убийцы рисуют гротескные искаженные изображения своих жертв, сопровождаемые титулом перед их кончиной, и оставляют картины на месте преступления, как своего рода визитную карточку, чтобы посмеяться над властями. Свинья. Окей. Бывший офицер полиции Юнфорд, его жена Мэй, недавно были объявлены пропавшими без вести. Бать, блять, даже на полицейских охотятся. Ему вообще похуй, да? Когда полиция отправилась на их ферму для расследования, они обнаружили ужасную вонь, исходящую из сарая. Внутри они обнаружили изуродованный труп Мэйфорд. 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 Она была прикована наручниками к столбу внутри одной из кабинок, однако ее руки были сразу оторваны. Смотрите, сразу. Нет, она была прикована, ее руки прикованы. Ну ладно. Несмотря на то, что ее тело было сильно изуродовано, анализы показали, что она умерла от внутреннего коротечения. Пипец. Короче, пытал. В том же стойле можно было найти мертвую лошадь. Причиной смерти стало... Хехехе, блять, какой-то это... Леденец на палочке, сука. Сердечная недостаточность из-за перегрузировки сельдонофила. Кого? Сельдонофила... Не знаю, что такое. Внутри молочного дома полиция обнаружила окровавленный матрас. Молочный дом? Че, самолочный дом? Милкхаус. Цитрат сельдонофила был найден разбросанным по матрасу, вместе с использованными бинтами и упаковками пенициллина. Кто-то спал здесь в течение некоторого времени. Отрубленная голова внучки Форда была найдена завернута в одеяло. Пиздец. Ну это прям жестко было. Голова Фионы Форд. Ама... Можно было этого не показывать, блять! Самый ужасный запах исходил из 2-го стойла амбара. Ну-ка, и там что будет? Сам Форд? Фокус. Внутри было найдено несколько лиц, прибитых гвоздями и к стенам. Чьи это лица? Некоторые из них принадлежали предыдущим жертвам, изуродованным до неузнаваемости. Бать, он, блять, все так лица коллекционирует, явно жокер. Так же было несколько обезглавленных свиных туш. Да, и незачем. Свиных, блять, больше ты коров какие-то похожи. Вообще, хотя непонятно не ходит, что это такое. Посреди стойла лежала у меня нормально большая свинья, брюхо которой было спорото. Ебать, он ее нашпиговал человеком? Затем снова зашито. Так. Полиция обнаружила труп Иоанна Форда, запиханная в ноги туши свиньи. Я почему-то так и подумал. Так. Свиные глаза были вырезаны и заменены глазами Фионы Форд. Пиздец. Че за хуйня у этого в голове чела? Ну я про, типа, убытцу, который в роликах. В подсобке полиция обнаружила остальную часть тела Фионы. Вместе с несколькими тревожными картинами. Какими? Ну-ка, показывай. На этих картинах изображена Фиона. Бивонтед. Йен и Мэй вместе с тревожным количеством других жертв. С тревожным количеством других жертв? Че? Попреждаем. Эти изображения могут быть очень тревожными. Тревожными, блядь. Не страшными, не шокирующими. Тревожными, пиздец. Вот эти картины и их названия. Давай. Размножение Муант Мэй. Влажная кожа Джорджа. Малышка-головоломка. Ян-свинья. Че за хуйня? Эд Кот, а не свинья ты мне пиздеешь. Выдувное отверстие Изабель. Какая мерзость. Прятки с Зиком. Каким Зиком? Четыре дырки Фионы. Почему четыре? Их тут пять. Бездыханная Дженнис. Ой, жесть. Это вот жестко выгодит. Мезистая глава. Фреда. Че за лицо? Свидетель Тина. Уже не ходит свидетель в глаз. Поблюдатель пол. Пипец. Если вы знаете кого-либо из этих людей, пожалуйста, свяжитесь с нами. Не, интересно. Сильно поврежденная пленка была найдена в грязи возле сарая. Ну-ка, чего не было? Несмотря на то, что кассета была почти полностью уничтожена, полиции удалось восстановить часть отснятого материала. Больше не было на той пленке. Блядь! Там сейчас будет жопа какая-нибудь, да? Ну и показывай. Вот сейчас у меня мураки побежали что-то по коже. Бать лицо. А че такие маленькие зубы, блядь, по сравнению с лицей ртом? А! Это чужой, блядь! Это его, этот, второй рот, наоборот, сейчас выпрыгнет оттуда. Ну ладно, идись. Ну ладно, нихуя не страшно. И даже не тревожит что-то. Еще глазом моргают. Фары выключи, забыл. Так. Несмотря на всю тревожность этой серии, есть еще один интересный момент. На протяжении всего видео можно заметить прерывающиеся звуки рации. Пользователь с ником ТутПетр нашел их... ТутПетр. ...решифровку. В спектрограмме видео он расшифровал код азбуки Морзе. И вот как выглядят эти сообщения. Я Билл Коллинз. Вторая серия хоррора. Как мы можем помнить из второй части хоррора под названием «Маяк», в нем полиция обнаружила трупы семьи офицера полиции Билла Коллинза. В этой части также присутствовали рисунки жертв. И на одном из таких мы можем заметить рисунок, вероятнее всего Билла Коллинза и его дочери. А в последней части «Свиньи» мы видим слайд с подписью «Некоторые из лиц принадлежали старым жертвам». Из всего этого можно сделать вывод, что «Маньяк», скорее всего, носит лицо Билла Коллинза на себе. Хм, какая мерзость. На этом все. Будем с нетерпением ждать развязки этого хора. Ну, здесь, кстати, разбора чуть побольше было, чем в предыдущем ролике, но все равно мало. Хочется больше, хочется больше теорий, хочется больше мнения и так далее и тому подобное. Типа перевод — это, конечно, круто, но хочется еще и своего чего-нибудь услышать человека. Ну, а я посоветую вам подписаться на мои соцсети, в частности, на Телеграм. У меня, кстати, Телеграм тоже есть, ссылочка в описании, подписывайтесь, интересненько там. Искорд, ведь там можно пообщаться со мной. Прикольный ролик получился. Опять же, тревожностей было не особо много, да, ну, там, в каких-то моментах из-за музыки, может быть, какие-то, может быть, фотки такие, да, стрёмненькие были. Но, по большей части, что-то мне как-то, наоборот, было смешно. Это так карикатурно все выглядит и странно. Вот. Не хватает еще немножечко, как я сказал, этого мнения самого автора, и было бы вообще круто. Вот, мне так кажется, по крайней мере. Спасибо большое ему, спасибо большому подписчику за просьбу. Если вам понравилась реакция, вы знаете, что надо делать. С вами всегда был Ребор, спасибо за просмотр. Пока.